В 2016 году Ростовской сетью многофункциональных центров было оказано 3 миллиона 600 тысяч услуг и консультаций. Увеличилась и доля федеральных услуг. Так, к примеру, доля услуг Росреестра в МФЦ к концу прошедшего года составила 65% от общего количества. Такими результатами поделился начальник управления инноваций в органах власти правительства Ростовской области Борис Носком. Если мы посмотрим на сравнение 2016 и 2015 года, то мы увидим, что значительно выросла доля федеральных услуг, которые предоставляются на площадке Донской сети многофункциональных центров. И фактически впервые в прошлом году мы заметили даже, что небольшое превышение именно федеральных услуг по сравнению с областными услугами. Всего в списке ростовских МФЦ на 2016 год 284 услуги, в том числе 216 услуг для бизнеса. В этом году их станет еще больше. С 1 февраля в ростовской сети МФЦ можно поменять водительские права. Главный плюс – нет привязанности к прописке. Обратиться можно в любой удобный центр. Также начата выдача паспортов. Ранее только принимались документы. Получить паспорт можно было лишь в нескольких пилотных МФЦ Ростовской области. Теперь же у нас выдача российского паспорта будет проходить повсеместно во всей сети многофункциональных центров. То есть мы можем сказать о том, что мы замкнули цикл. И теперь и прием документов на выдачу паспорта, и собственно выдача самого паспорта у нас также переходит на площадку многофункциональных центров. С введением этих новых услуг нагрузка на сеть увеличивается почти на 20%. Поэтому более пристальное внимание уделяется повышению качества работы с заявителями. Налаживается электронное взаимодействие между МФЦ и поставщиками услуг. Необходимо усиление кадрового состава и материально-технического оснащения офисов. Также создан и внедрен в работу ситуационный центр уполномоченного областного МФЦ. Это ситуационный центр, это по сути информационная система, которая позволяет нам каждый момент времени, ну что называется ежесекундно, видеть ситуацию в каждом МФЦ. Что происходит, какое количество операторов сейчас работает, какое количество людей записалось в очереди, сколько времени тратится на каждого записавшегося, принимаемого заявителя. Стало известно, что в Ростове будет разработан проект по открытию нового большого специализированного многофункционального центра для предпринимателей. Донской регион уже получил федеральную субсидию. Прервал взлёт и вернулся в аэропорт лайнер, отправлявшийся из Ростова в Москву. Причиной стала сработавшая в салоне сигнализация. После шестичасовой задержки самолёт уральских авиалиний всё же вылетел в столицу. Всё это время пассажиры вынуждены были ожидать в аэропорту. Почему на судне сработала сигнализация, пока уточняется. В Ростов с визитом приехал уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов. На встрече с губернатором области Василием Голубевым он обсудил реализацию программы социально-экономического развития страны «Стратегия роста». А на улице Горького, 141, Борис Титов пообщался с предпринимателями, у которых есть вопросы, жалобы и предложения. Прорыв трубы стал причиной серьёзных автомобильных заторов. На Западном рано утром перед Текучевским мостом произошла коммунальная авария. По словам очевидцев, в переулке Силикатном образовался небольшой гейзер. Из-за этого многокилометровая пробка растянулась по Мадаяно, Провсоюзной и Силикатному. Был перекрыт повреждённый участок трубопровода, чтобы вода не вытекала, не превращалась в лёд. В настоящее время бригада работает на месте с необходимой землеройной техникой и прочей техникой. Между тем, до утра 17 февраля придётся обходиться без воды жителям Северного. Из-за переврезки новой линии коммунальные неудобства ждут жителей домов по Комаруа, Волково и Капустина между космонавтов Добровольского и Пацаева. Организатором атаки на малазийский «Боинг» над Донбассом назван ростовский военный. Новые подробности катастрофы раскрыла международная экспертно-журналистская группа. Как сообщает «Деловой квартал», в докладе говорится о бывшем российском военном Сергее Дубинском, который якобы отвечал за перевозку в Донбасс пусковой установки ракетного комплекса «Бук». По данным расследования, именно из него был сбит «Боинг-777» рейса малазийских авиалений в июле 2014-го. В то же время Россия назвала расследование предвзятым, а Минобороны заявило, что «Бук» не пересекал российско-украинскую границу.